привет мои хорошие вот и пролетела неделя и пришло время наконец-то выпустить новый недельный вязальный влог меня зовут ольга вы находитесь на моем канале который называется вижу на амуре и в общем то мой канал и посвящен моему вязанию пока больше никаких у меня развлечений хобби нету им просто нету место пока только вот вязание ну в общем то неделя пролетела незаметно как обычно я надеюсь что вам все понравится все что у меня мне удалось снять и в конце я подключусь и покажу вам что же сейчас у меня на спицах каким итоги у меня за эту неделю в общем болтать долго не буду добро пожаловать приятного просмотра всем привет сегодня воскресенье и я решила начать новый влог по традиции и хочу показать в каком состоянии сейчас находится мой свитер который я совсем недавно вам показывала предыдущем блоге что у меня сейчас происходит с ним и в каком он состоянии в общем что хочу сказать отвязала я уже два рукава как и говорила вам хочу связать сначала рукавчики а потом уже остатки пряжи который останется пустить на длину изделия вот столько сейчас у меня готовности вот так вот рукавчики рукавчики получились такие клевые я их практически не убавляла не делала убавок тут подрезы которые набрала они остались те же единственное что я по моему по 2 петли из каждого края чуть-чуть закрывала но в общем то об этом поподробнее расскажу вам когда закончу этот свитерочек а сейчас хочу показать в каком он виде я только что получается закрыла 2 рукав и решила не отходя так как говорится от кассы продолжить снимать и показать каком виде он у меня и что планирую делать самое главное потому что не знаю получится завтра подключиться или нет вот решила сегодня сделать это обязательно так ну ладно я тут отвлеклась тут лирику начала разводить в общем то смотрите я распустила клубочек с образцом вот так вот он у меня выглядит немножко не очень презентабельно но его я опущу в самый конец изделия когда буду вязать резиночку остаток вот такой у меня есть мне не хватило ровно трех мотков на эти два рукава и мне пришлось залезть в четвертый ну это очень даже оптимистично потому что я прогнозировала что у меня уйдет 4 мотка на рукава ну обошлось тремя и небольшой хвостик вот только что закрыла их посмотрите как классно у меня получилось ровненько аккуратненько я молодец научилась закрывать иголочкой вот такая красота и сейчас мы с вами посмотрим какая длина нашего изделия пользуюсь во всю своими покупками обновками вообще последнее время я стала более рационально подходить к вязальным покупкам к своим вот очень ответственно лишнее ничего стараюсь не брать потому что уже всего достаточно так 36 сантиметров у нас от начала воротника до конца вот этой вот штуки ну если учитывая что у нас примерно вот так на точек мне надо отвязать чтобы было 55 60 сантиметров длина сейчас посмотрим сколько это будет в этой в ленте 40 50 ну я думаю что хватит так 30 еще где-то 20 до мне получать ну да вот 50 у меня так учитывая что примерно вот так я думаю где-то 50 55 сантиметров у меня получится отвязать будем надеяться держите за меня кулачки если бы конечно я вязала это на себя изделие это было бы мне впритык и маловато ну а так как это вяжется для ребенка ребенок все таки он у меня поменьше намного чем я вот рукава связала так что если кое-кто откажется носить то могу и я в общем то но я думаю что она не откажется потому что она очень мягко очень нежно очень приятно и я думаю ребенок будет носить с удовольствием вот такие у нас продвижение все девчонки побежала я по делам завтра сегодня вечером еще что-нибудь повяжу не знаю что возможно или альпаковый этот джемпер и которые распущены либо это буду взять но скорее всего этот добью уже до конца сегодня уже думаю закончу вот потому что на неделе я уезжаю мне надо будет взять с собой что-то небольшое меньше места чтобы занимала чтобы не таскать вот такое здорово а это цветерочки я возьму в качестве готовой вещи и вручу хозяйки ну все до новых подключений всем привет сегодня у нас понедельник хочу показать свой законченный светерок который я вязала в прошлом блоге и вам показывала он уже у меня получается после в этом постирала его и вы знаете мне такое ощущение что он стал как паленок вот я надеюсь что это только потому что пряжа мокрая он еще сырой часу поджатый лежит сохнет я его расправила как получается как получилось так сказать ручками и будем надеяться что завтра он высохнет у нас уже вечер поэтому не обращайте внимание тени тени на изделие ну ничего страшного я думаю самое главное справилась с тем чтобы показать как он выглядит после стирочки все петли набухли распушились и это он мокрый я представляю что будет завтра когда он высохнет не только за не может не завтра может в общем ждем высыхание маленькая шубка получилось будем надеяться что не будет такой плотный завтра когда высохнет в общем жду с нетерпением и обязательно вам покажу мои всем привет сегодня у нас вторник и я готова показать вам готовое изделие вот такой вот прекрасный чудесный замечательный восхитительный теплющий нежный светирочек у меня получился ну что всем привет сегодня среда я решила сделать небольшое промежуточное подключение я сегодня дома занимаюсь своими делами как обычно все мы такие девчонки занимаемся чем-нибудь все время дома и между делом решила чем быстро подключиться и рассказать сейчас на каком этапе что у меня находится что новенького в общем поехали и первым делом хочу похвастаться вам и показать носочки которые наконец-то я начала вязать почему-то прямо у меня на этой неделе какой-то ступор и сегодня среда я только начала вязать и сейчас я перешла уже отвязала кори чисто коричневый цвет и перешла уже вот такой вот секционный мне очень нравится все как получается я такое впервые вижу вот обалденное сочетание из остатков конечно я уже вязала но это другое это мы получается покупаем же специально за секционную специально пряжу которая подойдет к этой секционной пряжи в общем опыт 1 посмотрим что получится пока мне все нравится подпишу сюда номера пряжи которую использую это alize all time спицы три с половиной от книг про прим чулочные деревянные спицы березовый я подпишу номера это этой пряжи вот следующее что у меня тут что у меня тут образовалась это да 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 это мой перевяз моя браж тальпака силк но не drops а акварель вот вспомнил думаю вспомню не вспомню вот вы только посмотрите как идет этот не цвет как мое лицо преображается на его фоне вот все таки долго я думала кто же я лето или зима теплый холодный ну в общем понятно что холодный но что именно лето или зима яркий контрастный или бледный но все таки мне кажется больше зиме потому что более яркие контрастные цвета улучшают как мою мое лицо в общем вот так значит я уже объединила все в круг сейчас у меня не на слишком длинной лески в общем объединила в закончила отвязывать регланную линию и этого цвета у меня осталось вот такой клубочек и еще чуть-чуть два вот таких маленьких коротышки и два остатка еще с прошлого раза я думаю что рукава я не буду продолжать вязать этим цветом а рукава я перейду вот в этот когда закончится у меня темный закончу туловище вязать перейду вот в этот вот чуть-чуть посветлее вот еще остается у меня розовый но розовые я не буду использовать надеюсь мне он не понадобится потому что у меня размер же уменьшился хоть и спицы конечно тоже уменьшилась на полу размера но все равно размер сейчас намного меньше плюс нет вот этого воротника трубы до который был и поэтому я надеюсь что у меня вот этой розовой розовая не пригодится я ее потом использую в каком-нибудь другом изделии в качестве подмота вот либо в принципе можно связать какую-нибудь косыночку что-нибудь такое теплое мягкое к лицу вернее не к лицу а к шее в общем вот и хотелось сразу показать вам как какая пряжа была да и какая она стала после распуска и кстати это же в то вот уже было да у этой пряжи вот сейчас поближе принципе она практически не поменялась сейчас вот это вот конечно такая склокоченная но это потому что она была просто распущенная и потом не обработана паром а какая была такая и пошла в вязку вот поэтому я думаю что после этого нам разровняется станет более ровное полотно при том что если вы вязали из такой нитки то вы знаете она пушистая прекрасно только при вязании после того как вы ее постираете она становится такой забитой плоской ну в общем если у вас есть опыт вы понимаете о чем я говорю если нет это лучше всего купить и повязать она мягко конечно обалденная ну вот такая специфическая пряжа вот так и тогда переходим к самому интересному вчера я гуляла ездила по делам не надо было заехать банк забрать карточку которую я давным-давно уже сделала но никак не не никак не было у меня никак возможности очень забрать или наконец-то я бросил все дела поехала и вы знаете не ошиблась я потратил там целый час сидя в очереди это просто какой-то кошмар я уже настолько отвыкла вот от этих очередей банки обычно до приходишь к взял талончик ну 15 минут ты посидел максимум а вообще вот все в основном все свои проблемы мы решаем через приложение по крайней мере я это уже крайний срок крайне вернее что-то такое когда идешь ты физически банк так вот почему билая полдня вчера и решила себя вознаградить зайти неподалеку магазин пряжа который так и называется вот и купила себе кое-что 1 лот это вот такой вот классный офигенный моточек и таких я взяла 2 это казал baby альпака 50 граммах 160 метров рекомендуется спицы дым-дым-дым два с половиной 4 я буду вязать на два с половиной это я купила для перчаток здесь нет ни капли акрила не капли па или чего-то еще здесь чистая шерсть шерстяная классная натуральная нитка цена у нее составила в нашем магазинчике хабаровске оффлайн магазин 520 рублей дороговато ну что не сделаешь ради хорошего настроения для того чтобы себя пораду когда ты что-то трудное сделал ну самое главное это не этот моточек а сейчас вам покажу какой это то да 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 блин не видно засвечивает в общем покажу сначала цвет покажу структуру нитки это тоже полностью натуральный состав натуральная ниточка обалденная сейчас я вам скажу что это здесь 70 процентов лана 15 альпака и 15 як не китайский як а итальянская обалденная нитка лэнс до норд мерина як натуральная линия вы представляете это богатство оказалось в этом магазинчике и я решила его прикупить а для чего для того чтобы связать шапулю взяла таких два моточка здесь 50 граммах 115 метров мне хватит на шапочку с отворотом в одном буду естественно один слой буду вязать потому что два слоя будет жарко в основном это уж какой-то такой когда мороз мороз но это недолго происходит и в основном в машине вы как я уже часто говорю что я в основном передвигаюсь на машине поэтому слишком какая-то такая бронебойная шапка мне не нужно при том что у меня есть шапка из пухонорки двойная связанная на спицах три в две нитки по моему я ее вязала до две нитки основной две нитки подмоток она такая теплая не так жарко не потеет голова все время от нее это просто я как-нибудь покажу вам ее сейчас у меня нет рядом она в деревне находится вот поэтому покажу а пока вот но это же просто просто красота невероятная взяла самую яркую у нас там в этом магазинчике было не так не такой большой выбор цветов из артикулов это тоже единственный был но мне виду лэйнстон ортона был один такой и цветок было там 4 по моему или 5 и вот я взяла кстати цена 420 рублей 420 при за моточек напишите западные жители нашей страны дорого и дешево сколько в вашем регионе в ваших оффлайн магазинах стоит такая нить вот я хочу сказать что в этом магазине допустим вот тот же ализе волтайм стоит 400 рублей на замоток вот поэтому не знаю судите в общем сами дорого или дешево в общем напишите покупали ли вы такую нитку что вы вязали с нее как она себя ведет продавец сказал что она не скатывается вообще отлично себя зарекомендовала вот был ли опыт у вас вязание этой нити такой ниточки такого артикула и по какой цене брали если недавно брали напишите не на цвет вообще обалденный правы такой даже не знаю ну кстати у продавца магазине называется вишня цвет вот это слива вот это вишня это будет шапуля это будут перчатки в общем фантазия не слишком богатые если мне понравится вот эта нитка я еще что-нибудь снизу ну все я счастлива и довольна счастлива и довольна отправляюсь по делам сегодня мне надо сейчас вот оторвусь от своих дел еще схожу на волберезы заберу кое-что завтра возможно подключусь а может даже сегодня попозже вечером подключусь и покажу вам что забрала ой что забрала нет нитки опять пришли опять пришли моточки и таких моточков у меня полно конечно но просто новые расцветки в общем покажу все до новых подключений не прощаюсь надеюсь сегодня еще подключиться в общем сходила забрала посылку у нас сейчас везде лед снег вообще непонятно что очень очень неудобно ходить я кстати в перчаточки из желкопряда на которые я обещала вам обзоры свое мнение на эту пряжу вот сейчас ношу обязательно сниму и расскажу свои впечатления практически ну да та зима конец зимы и это осень у нас вообще-то как бы очень даже почти зима всем привет вы только посмотрите насколько мне сильно захотелось повязать из этой новой пряжи сегодня четверг и носочки мои готовы пока я их еще не постирала хочу начать новые наверно вот такие коричневые начну или розовые еще не знаю не определилась и потом все вместе постираю хотя у меня одни только блокаторы наверное я постираю все таки вот этим потом эти поэтому но все равно вот решила похвастаться вам насколько сильно я захотела за один вечер вы представляете я за один вечер связала вот эти носки вот что значит желание вязать поскорее новый такой цвет мне прям нравится сейчас скажу вам какой-то цвет это вот 11 024 я уже вам говорила повторюсь вдруг кто-то не запомнил 11 020 розовый тоже офигенно мне больше нравится почему-то вот такой вот теплый хотя если дарить девчонкам носки то за вы будет намного интереснее в общем я подумаю все на на сегодня я наверно больше не буду подключаться четверг у нас пока останется на этом ну а завтра что нибудь покажу вам завтра у нас будет пятница всем привет сегодня у нас пятница девчонки как я обещала как я и говорила вернее вся в нетерпение начать новый новую расцветку от alize will time и посмотрите как она ложится вот перемотала в клубок и думаю мне не нравится как ложится рисунок какое-то странное резкое такое сочетание поэтому вижу я как и все в принципе носки большого размера на 48 петель спицами номер три с половиной да и поэтому вот что я думаю думаю сейчас наверное распущу и начну вязать на 40 петель потому что вот это мне не нравится как-то она ложится не так вот будет на 40 я думаю получше будет выкладываться рисунок ну и будут они поуже потому что явно это не мужская расцветка я думаю что мужчина никакой не захочет носить такие носки вроде как и цвета не яркие но как попугай все пошла распускать ну и в заключении пора записать как говорится заключительную часть я тут недавно смотрела уроки по по вообще как снять как снять правильно видео и переходим к заключению вот в общем смотрю видно меня или нет я тут немножечко запарилась в своем предыдущем джемпере и решила поменять немножечко одежду изделие свое свое но другое в общем то ладно не будем отвлекаться сейчас покажу вам что у меня на спицах чем у меня сейчас заняты так сказать руки и что планирую делать в общем то что на спицах это вчерашний носочек который я вам показывала вот я его распустила и начала заново вязать поменяла спицы 48 на 44 спицы те же самые вернее спицы я неправильно говорю я вообще вообще неправильно все говорю в общем я поменяла количество петель 48 до 44 спицы остались те же самые вот набрала провязала и посмотрите как классно совпадает пяточка заканчивается вяжется вернее черной ниточкой серой резиночка тоже это говорит о чем о том что нам хватит вернее мне хватит как раз для того закончить носок как раз вот это вот этого вот количество раппорта и по идее должна должен носочек закончится вот этим карамельным цветом ну и там уже начинается новая черная нитка и которая уже будет началом следующего носка в общем как разметка классно но рисунок и какое-то странное сочетание цветов ну даже больше не цветов а какой-то странный рисунок в общем то он стал лучше с предыдущего раза но не настолько чтобы прямо ах старые расцветки и колористика мне нравится больше предыдущих вариантах вот поэтому буду покупать тут такие стараться есть конечно мне появится какое-то супер новое сочетание цветов которые я буду в восторге и прощу рисунок в общем то еще хочу показать вам готовые носочки свои которые я вам уже показывала предыдущем опять же включение они были без вто и вот теперь они вот такие классные как вы помните они связаны из двух артикулов коричневый и вот этот полосатенький смотрите как сочетается прям как будто бы одна нитка и получается у меня осталось ровно где-то где-то 100 грамм то есть еще на одну пару носочков мне хватит и я мысли мне как какие сделать family look для семьи для мамы и папы свяжу носочки куплю упаковку красивую и будет это подарочный набор поставлю его на продажу по цене полторы тысячи как праздничный набор почему нет и дам объявление что так вот мол и так есть продажа объявления дам местной группе ватсап предыдущие носочки которые я вам показывала вязала для магазина пока лежат пока их не купили но я была там они лежат таком месте я думаю что их не купят если они останутся в том же месте и я решила буду следующий раз попрошу продавцов переложить на видно на более видное место но и опять же там объявление потому что сбывать надо это не дело когда собирается но я думаю к новому году ближе раз разберут это все дело купят а пока обычно так и бывает на новый год под новый год всегда все сметается с полок все что может подойти более-менее для подарка все продается вот ну в общем то из изделий на спицах у меня больше ничего нет получается браштальпака силк распущенный мой прекрасный джемпер он остался в том же виде в котором вы его уже и видели я вам показывала в начале влога вот потом что шапку я не начала пока вязать перчатки тоже потому что все спицы у меня были дома здесь я была на выезде вот была в городе сейчас я вернулась и буду вязать так сказать вот ну что так вроде бы и все все что буду вязать обязательно покажу вам следующем влоге всем пока пока люблю целую до следующих встреч и ставьте лайки подписывайтесь и пишите комментарии все пока пока